Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Huawei представила для нас с вами свой новый предфлагманский, субфлагманский смартфон, который получил название Huawei Pura 70 Pro Plus. И я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила классный большой OLED-дисплей на 6,8 дюймов с разрешением 1,5К, 2844 на 1260 точек, это 457 ppi, частота обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя 300 Гц, шим 1440 Гц, это 10-битная панель с поддержкой HDR10 Plus и Dolby Vision. А защищает всю эту красоту фирменное стекло Kunlun Basalt Glass. Данная панель выполнена по технологии LTPO, а это значит, что частота у нее переменная от 1 до 120 Гц. Например, если вы играете в какой-то динамичный шутер, ваш дисплей сможет отображать все 120 Гц. А если вы наоборот смотрите какую-то статичную картинку, ваш экран будет отображать вплоть до 1 Гц. Также частота может быть переменной от 1 до 120, 92, 111, 19 и так далее. Это очень классная технология, которая очень сильно помогает экономить заряд батарейки. А в сердце у нас располагается фирменный процессор от компании Huawei, это Kirin 9010. Я вам напоминаю, это 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,3 ГГц. Здесь у нас одно ядро высокопроизводительное Tayshan V121, 3 ядра высокоэнергоэффективных Tayshan V121 и 4 ядра Cortex-A510, а также графический ускоритель Malion 910 MP4. В тестах данный чип выбивает примерно 1 миллион баллов. По оперативной памяти все просто шикарно, но только один вариант. 16 гигабайт по внутренним накопителям, та же картина, но уже есть выбор. Два шикарных варианта, 512 и 1 терабайт. А вот поддержки microSD, к сожалению, нет, но мы к этому с вами уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям. Здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, есть Bluetooth, есть датчик NFC и выход USB Type-C. Он версии 3.1. Также на борту у нас GPS, GLONASS, BAIDO, GALILEO и сканер отпечатка пальцев, который располагается под дисплеем. А прямо из коробки новинка работает на фирменной операционной системе от компании Huawei Harmony OS 4.2. Габариты устройства 162,6 на 75,1 на 8,4 мм. Вес 220 грамм. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой на 100 Вт, с поддержкой быстрой беспроводной зарядкой на 80 Вт, с поддержкой обратной зарядки на 18 Вт, с поддержкой обратной беспроводной реверсивной зарядки на 20 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Huawei. Я вам напоминаю, субфлагманский смартфон, который получил название Huawei Pura 70 Pro Plus. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. А сколько стоит? Отвечаю на поставленный вопрос. За базовую модель на 16 плюс 512 производитель просит примерно 1100 долларов США. Ну а за самый топ и фарш 16 плюс 1 терабайт 1240 долларов США. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка, вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Huawei Pura 70 Pro Plus? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите на замену какому смартфону планируете приобретение. Также даже если не планируете приобретать, отпишите как вам по вот этим характеристикам данная новинка. Понравилась или нет? Ну и пару слов о том, есть ли у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот смартфонов от компании Huawei. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!